22-й год объявлен президентом России, годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. У Центра народных художественных промыслов и ремесел Югры грандиозные планы не только на этот год, но и в принципе в целом. Нашень в студии директор Центра Ольга Дмитриевна Бубновеня. Доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что вы на этот год составили невероятное количество планов. Рассказывайте. Мы думаем, что год должен быть ярким, насыщенный событиями, чтобы он запомнился не только мастерам, но и вообще всем людям, что народное искусство это наша жизнь, это наше лицо, это культура России, культура каждого человека. Ну это же приятно, да, что раз и целый год, прям так целый год обозначили, да, вот... То есть не день, да. Да, год культурного наследия народа России. И мы живем, и мы живем с такой короной все. Мне вообще кажется, этот год будет особенным, вот мне так кажется. Да, и в этом числе вот тоже. Да, у нас каждый год вроде бы как особенный, но мы запланировали очень много мероприятий, надеемся, что все-таки это все удастся осуществить, потому что пусть даже они в разных форматах будут, в зависимости от ситуации сегодняшней. Вот, поэтому самое первое мероприятие это поездка в Москву, буквально завтра мы летим. И завтра же у нас вечером уже показ коллекции «Голос неба». «Голос неба». «Голос неба». Чем будете удивлять Москву? Что-то в голубых цветах. Да, мы впервые... Не совсем так. Мы... Ну, голубое тоже есть. Мы впервые готовим к показу. Это очень грандиозный показ. Там принимают очень много участия с разных регионов и стран. Это костюмы, реконструкция костюмов, апских угров, остяков, фагулов. 19 века. Почему «Голос неба», потому что они с металлом. То есть, вот эти кафтаны, которые декорированы металлом, и вот эти нашивки, отливки, это как раз, они изображают наши светила небесные. Поэтому «Голос неба» человек носит как бы под защитой богини небесной. Ну, раньше мы же могли видеть правильно ее здесь у нас, в Ханты-Мансийске, или нет? Сейчас увидят первым... Сама коллекция, сама коллекция, она у нас стоит в центре ремесел. Это проект художественный, звон священного металла. Поэтому все костюмы, которые представлены, они завтра будут демонстрироваться уже в 5.30 вечера, в 17.30. То есть, Москва ахнет. Находим в гостином дворе. Ну, такого никто не видел. Даже, наверное, и в округе. Потому что мы постарались собрать разный материал из разных музеев, разных источников. Он интересен. Следующий большой проект — это вообще совершеннолетие. 17 лет детской конференции «Ремесла и промыслы. Прошлое и настоящее». То есть, такое совершеннолетие. Совершеннолетие, да. И мы приглашаем к участию из Казани, Карелии, именно студентов колледжа, техникумов художественных. Я думаю, что будет очень интересно. А что происходит в рамках этого мероприятия? Что они обсуждают? В рамках конференции дети демонстрируют свои исследования, творческие исследования. Очень даже сложные темы выбирают именно студенты колледжа. Ну, вообще взрослые. Прям диссертацию можно тему выбирать, писать. Прям радует, что такие ребятишки заинтересованы. Они изучают семантику орнаментов, значение орнаментов, рассказывают. Или же берут музейные предметы и очень хорошо их раскрывают. И значение, технологию. Поэтому мы очень счастливы и довольны. А дети какие радостные. Они уже знают, чем они будут далее заниматься, когда закончат. Ну и нести, собственно, этот культурный код. Конечно. Потому что все-таки если... Будущее-то есть. Да, будущее. Не только там за всякой там FIFO и Dota 2, понимаете. Тут вот, вот здесь сейчас. Но арт-резиденцию тоже же. Да, вот я сейчас еще как бы хочу сказать о мероприятии. Мы хотим провести конкурс «Семья мастеровая», где и взрослые, и дети, и подростки. Вот единое целое. Это очень важно. А у нас есть такие семьи, да? Да. Как-то в 2018 году фестиваль был. И у нас было 18 семей, которые приехали на фестиваль. Это очень дорогого стоя. Ну и, безусловно, арт-резиденция «Ремесло Югра Дизайн». Этот проект мы планируем на осень, чтобы и сырье появилось, готовое уже. И дело в том, что этот проект затрагивает большой период времени. Не на два дня соберемся с молодыми художниками, мастерами, дизайнерами, а будем периодически на протяжении двух месяцев встречаться. Это какие-то мастер-классы будут? Это встречи с учеными, со специалистами, искусствоведами. Как бы такие встречи научного плана, беседы, лекционного характера. Это получение определенного задания. И уже время для того, чтобы его выполнить, а потом уже посмотреть результат. Суть арт-резиденции, она вот такова, ее методика проведения. Но это вот, что касается наиболее значимых мероприятий, которые вы планируете, или есть еще что-то, что вот такое вот вы смотрите и думаете, ну вот в этот-то год мы точно долго планируем. Это четвертый международный конгресс традиционной художественной культуры. Вот, кстати, третьего послезавтра мы будем в Москве делать презентацию с Владимиром Борисовичем, председателем научной части Конгресса. Он доктор искусствоведения, профессор МГУ. И как раз будем говорить до широкой публики российской, донесем о работе трех международных конгрессов. Надеюсь, что... В этот раз все состоится, да, и все пройдет по плану. Ну, мы как бы взяли для себя флаг подняли, что мы идем и будем делать. Ну, я думаю, что если флаг подняли, значит, его не стоит опускать, и все получится. Никто... Мы поможем. Никто, ни ситуация в мире этому вообще ни в коем случае не помешает. Лозунг-то года каков, год! Конечно, конечно. Поэтому все планы, которые вы наметили, чтобы обязательно сбылись. Ну, а мы, собственно, приглашаем в гости по каждому мероприятию, чтобы подробно осветить. Еще не все рассказал, но походу... Это понятно, да. Всем тайны раскрывать не будем. Ну, и, как говорится, пусть Москва там действительно ахнет. И удивится от Югры вновь и вновь. Ольга, ну, пристальное влияние, надеюсь, к нам будет. Да, отлично. Спасибо огромное. Доброе, доброе утро. Желаем и вам с гостей прощаемся. А с вами живемся две, две с половиной минуты дождитесь.